Выше звука под таким названием в республике стартовал третий ежегодный фестиваль музыки и науки. Старт мероприятию дал концерт на площадке летнего амфитеатра на Зеленом острове Черкеска. Зрители приветствовали музыканты оркестра Альтерсона и одни из лучших солистов страны. Игорь Горностаев, Артур Назиулин, Александр Бахарев и Аяка Танабе. Подробности Оли Баташева. Ария Тореадора из оперы Кармен. Ликующий баритон Игоря Горностаева под аккомпанемент оркестра Альтерсона. Восторженные аплодисменты публики. На сцене лучшие образцы русской и зарубежной классики. А она всегда актуальна, способна взволновать душу и подарить эстетическое наслаждение, говорит ведущий солист Воронежского государственного театра оперы и балета. Я хочу сдать заряд энергии, положительной энергии. Надеюсь, что она снимет все зажимы, все нехорошее, что в душах людей творится. Потому что музыка, она творит чудеса. Задача музыканта – зажечь огонь в сердцах зрителя. Если у него это получается, то музыкант хороший. Времена года – лето в Буэнос-Айресе. Бессмертный шедевр Астера Пьет Соло прозвучал в исполнении музыканта, народного артиста республики Башкортостан Артура Назиулина. Страстная аргентинская танго, где звуки кларнета придают особое очарование музыкальному произведению. Изумительный инструмент, который самый яркий из духовых. Он, безусловно, солирующий инструмент и самый солирующий из духовых инструментов. Ну и вообще, самая романтичная и трогательная музыка звучит, конечно, из уст кларнета. Для Александра Бахарева лучший любимый инструмент – труба. А для скрипачки Аякатана Бе – скрипка. Эти участники фестиваля показали виртуозное владение этими инструментами. Александр – солист филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Аякатана Бе – артистка государственного квартета имени Глинки. В концерте прозвучали произведения и современных авторов Сергея Багаурия с Владикавказа и Юрия Абдокова из Карачаева, Черкесии. Я первый раз пришла, мне очень понравилось. Теперь будете посещать концерты классические музыки? Да, теперь будем ходить постоянно. Очень понравилось. Организаторы фестиваля «Фонд «Будущее время» В этом году он посвящен теме исследования народного фольклора. Зрители ожидают порядка 30 встреч с учеными и музыкантами, которые пройдут на разных площадках Карачаева-Черкесии. Наш фестиваль приносит нам много радости в течение этой недели и в будущем. Пусть он дает нам силы для новых свершений и уверенного движения ко всему самому прекрасному, что дает нам наш удивительный мир. Завершится фестиваль 12 августа. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия.